здравствуйте друзья добрый вечер мы сегодня отвлечемся от тематики участие в гринкард лотереи тем более что и время терпит до среды еще два дня когда там эта форма отомкнется а вот хотел поделиться такими соображениями по жизни на эти соображения меня натолкнул андрей из лос-анджелеса блогер и актер он сделал такой обзор там про разных блогеров какие есть блогеры на свете и мне ссылочку там скинул говорит вот ягод про вас рассказал я пошел посмотрел и вот мысль у меня возникла там значит андрей он такую высказал идею наверное она шутливая он так в целом там шутливая все рассказывать но он так вот гадит михаил ну что это он ему уроки то уже там ведет много лет одно и то же рассказывает конечно это скучно а человек креативный вот он там вот блог ведет там песенку и на раз споет там еще чуть вот то есть креативность как бы загнанная школой как бы в таких такой узкий формат она пробивается там куда-то я стал думать о креативности вообще преподавание действительно знаете как вот когда один и тот же урок там ведешь сайте там много-много раз а я то уже за 23 года можете представить но вот я стал думать здесь на урок это что скучно или это как и поскольку сам андрей он человек театральный я так начал параллели проводить у себя в сознании с театром и как бы вот все таки урок у нас урок это если вечером четыре часа а если с утра то 5 это такой даже не знаю выходит мне кажется за рамки там театрального действия да так сразу на пять часов то отыграть и с другой стороны вот я никогда не слыхал чтобы кто-то говорил участвовать артисты выступают актеры театральные там драматические такие сякие вот они раз выступают и я никогда не слышал чтобы кто-то жаловался что ее мое там я этого короля лира там уже 200 раз сыграл там глаза мои начни смотрели уши мои не слыхали мать я такого не слышал наоборот вот там говорят что вот там спектакль премьера это одно а потом там другое потом там еще чего-то а потом какие-то стадии как бы прохождение спектакля вот как он там накат тут накат там и тогда то есть происходит некоторые действия там внутри помимо того что пришел зритель и ты как бы к нему обращаешься помимо этого есть еще какой-то такой какая-то внутренняя кухня там продам и урок он по-своему тоже спектакль у тебя каждый раз разные зрители то есть один и тот же урок не рассказывается одному и тому же зрителю правда или там ученику кроме того у нас такой урок знаете где мы вовлекаем публику присутствующую да вот как у орлозора там мужик ты нам давай мужик ну-ка давай и сюда вот там ты встань тут от мужик а ты сюда давайте вот мы так тоже у нас вот такой орлозоровщина такая идет то есть мы вовлекаем учащихся и тут есть еще один элемент по части креативности да я конечно думаю что вы все как люди взрослые понимаете что человек который руководит учебным заведением в котором работает 10 человек у него не так много возможности вести уроки даже если бы он и стремился то есть я уроков веду за неделю может бы не за неделю но за месяц может быть у меня три урока вот вот собственно нет не то чтобы я там целыми днями только уроки и вел у нас слава богу есть народ который уроки ведет у нас есть full time педагоги вот я так по чуть-чуть совсем но даже если бы я много вел но все-таки урок это это некоторое действие и вот я вот себя с актером начинаю сравнивать на уроке получается такая история что актер со всем своим креативом он выполняет определенную функцию эта функция ну это в рамках находится рамки заданы во первых пьесой которая написана пьеса сценарий да ну ты здесь некий сценарий дальше есть режиссер который интерпретирует этот сценарий и значит ставить задачу актером и чем ты лучший актер тем ты точнее выполняешь задачу там режиссера вот и имею ввиду приличного да бывает же такой режиссер что как бы только актеры и вытягивают но мы не об этом говорим мы как нормальный режиссер хорошие актеры все все замечательно и вот обстоятельства тета на урок пошел значит я себе режиссер а до этого я же еще и сценарист то есть я написал сценарий я его интерпретировал и я же его исполнил то есть вот есть такие актеры до которые ну может например там я не знаю режиссер бывает что режиссер там тоже что-нибудь сыграет правда вот скажем бондарчук там снимал войну и мир или там сыграл пьера безухова например но все таки надо сказать что сценарий это сценарий как бы то вещичку то вещичку то лев толстой написал вот конечно нужно было ее в сценарий превратить но все-таки все-таки значит давайте за льва толстого он уже там не отработал он все-таки только вот за бондарчука но в двух ролях вот и шукшин тоже да он и режиссером там был и часто играл то это часто бывает но чтобы он еще и написал это уже довольно редкая штука в этом смысле я даже почувствовал себя как-то немножко таким вы знаете выдающимся таким педагогическим театралом вот конечно может сказать что у доски стоять это не то же самое что допустим там в театре играть да то есть актер его учат и талант определенные нужны на нашим тебе школу пройти там и так далее вот и я другой стороны хочу сказать что и педагог у него тоже талант как бы бывает что люди родились с талантом педагога а кроме того и их тоже учат вот и там немножко другому конечно но тем не менее их тоже учат я помню когда в аспирантуре учился в академии педагогических наук это было институт такой был психологии и педагогики профессионального образования в казани и я помню когда кандидатский экзамен сдавал там и тяжело мне пришлось потому что как бы разговор такой довольно глубокий получился они по-доброму но они меня очень сильно ковырнули и в общем я справился но это но очень тяжело было напряжение было колоссально и когда уже после экзамена в коридоре меня там один из этих трех экзаменующих поймал он член кор был такой мужик местный из этого института у меня значит там остановил и где те сколько лет ягу 30 и он сказал вот запомни мои слова вот вот я тебя сейчас скажу а ты запомни 45 ты будешь академиком я к чему рассказываю что мы тоже не педагоги знаете там с каких-то там ну не знаю неведомых троп так бы вполне мы вполне соответствуем вот так что я о креативности все-таки такое ощущение что у меня довольно креативненькая обстановка такая знаете вот и как бы и за большую картинку отвечаешь и за маленькую из имплементацию и еще за деньги тоже отвечаешь пойти еще еще надо так чтобы еще за это деньги заплатил кто-то давайте сложно то есть я не жалуюсь но вообще это это все не просто друзья это все не просто то есть я еще и финансовый директор нашего театра переходящего в цирк временами то есть фактически я такой если этот цирк то можно сказать что я еще выполняю функцию карабаса барабаса до который был владельцем цирка вот и значит можно даже сказать что на правах карабаса барабаса я нашел 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 под холстом ту дырочку то нашел вот скважинку то нашел в холсте поэтому в общем не все так плохо друзья не все так плохо есть простор для креативности вот мой терапевтический голос я хочу сказать андрей назвал скрипучим но в положительном плане то есть такой скрипучий вот не как у всех хочется слушать хочется слушать а дело не в том что он скрипучий а дело в том что он терапевтический вот мне уже наши зрители да немного смотрели голос терапевтический маленькие дети которые ни слова не понимают они под мой голос хорошо засыпают например или не безобразничают смотрят на экран туда глазами уставится и не безобразничают и не капризничают поэтому этот сложно сказать ведь как она бывает да многогранненько многогранненько я еще вот об этом думаем о том что урок достаточно конечно повторяющаяся вещь в целом при том что один тот же рок всегда по-разному делается это это правда он никогда полностью не совпадает но но действительно были случаи когда мне приходилось один урок на неделе давать три раза в разных группах сейчас у нас помещение покрупнее было время когда классных комнат было шесть вот не 2 как сейчас а 6 и группы начинались очень часто и бывало что вот один реально один и тот же урок идет три раза на неделе на неделе и ты начинаешь себя тихо ненавидеть то есть и первую первый раз ты ведешь ты ну классно все на подъеме там все дела давай все второй раз ты ведешь но ты не можешь так уж прям одно и тоже это как бы ну даже если хочешь не может поэтому ты так как-то разнообразить но все равно чувствуешь учета так уже начинает надоедать а третий раз ты ведешь этот урок так как будто никогда в жизни вообще не вел вот так то есть ты что-то такое сочиняешь на ходу и это вообще другой урок его узнать нельзя ну то есть тема то тема тоже но но просто меняется абсолютное содержание формат и там я не знаю все что угодно вот поэтому то есть я я понимаю что такое вести урок когда тебе скучно одно и то же делать но это когда сразу несколько вот на меня два я могу спокойно на неделе одинаково а вот три меня уже начинает колбасить и третий я просто делаю по-другому как человек креативненький да я не я не позволяю себе вот в такой тоске проживать то есть если я в школе советской там преподавал то я бы гнал один тот же урок по утвержденному там конспекту и так далее а тут нет так я могу себе позволить как бы поскольку я отвечаю за результат вот и к этому результату можно разными путями ходить поэтому так вот мы делаем думаю еще раз вот об этом и во всем я подумал о том что мне все время ребята говорят послушайте как вы можете на один и тот же вопрос все время отвечать вот не как бы не раздражаясь не там не ругаясь ничего такого обычно это происходит во время наших трансляций субботних когда идет там три с половиной четыре часа ну конечно за это время люди подходят вот кто-то пришел знак начала кто-то пришел через 20 минут кто-то через 30 кто-то через 50 и так далее люди подходят а волнуют их в данный момент времени может быть там 45 вопросов которые волнуют всех ну так он не был в начале он подошел через 20 минут то же самое спросил я абсолютно не как бы нормально и чаще нормально я совершенно не переживаю а как к вот как вы выдерживать да совершенно нормально выдерживание такого в этом нет а может быть это связано с тем что я как бы привык занятия вести или я привык просто в школе отвечать на одни и те же вопросы я не знаю но меня абсолютно не колышет ну вот есть человек у человека есть вопрос значит и ты удовлетворяешь какую-то потребность в информации вот представьте что вы там ну я не знаю я попробую какую-нибудь аналогию там театральную да вот вы я не буду там целый спектакль но вы допустим в течение спектакля там 10 раз принимаете позу с задумчивым лицом ну и ну и чего но вас пароли вам положено с задумчивым лицом ну и стал себе с лицом и все я при этом абсолютно не как сказать не беру это на себя вот есть человек ты хочешь что для него хорошее сделать там ну и нормально чего такого вот поэтому все все тогда кучи я не вижу в этом монотонности и я не вижу в этом какой-то усталости вот которая там надо требует выхода в чем-то еще песню написать или там блок завести это большая радость и большое удовлетворение дает когда ты востребован да тебя спросили многие люди один и тот же вопрос задали и ты вроде и видео делаешь с тем чтобы многие могли посмотреть и не задавать этот вопрос потому что не у всех есть возможность задать ты делаешь видео кто-то его посмотрел и вопрос ответился кто-то его посмотрел у него еще два возникло кто-то три раза посмотрел и все равно задал тот же самый вопрос который в общем-то был только что отвечен а кто-то не видел пришел господа ну но как можно жаловаться на то что ты востребован это даже странно поэтому я хочу сказать безусловно и песенку написать и на канале с вами поболтать о жизни и на уроке и так далее это все как сказать это все какие-то элементы одного и того же вот есть человек человек он многозасторонен многогранен вот он и рыбку любит ловить и за грибочками пойти там и на турничке подтянуться понимаете а что ж мы так он же не потому рыбу ловит что устал на турнике подтягивать он вот так как бы живет поэтому друзья будем жить и будем жить хорошо на этом мы расстаемся на сегодня